Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня я заказала и наггетсы, и роллы. Но, к сожалению, роллы мой заказ увидели слишком поздно. Я прям голодная, не могу. Наггетсы стынут, и я уже не могу ждать роллы. Поэтому, наверное, с роллами будет другое видео. Взяла три соуса, барбекю, кисло-сладкие и опять барбекю. Так, макаем в кисло-сладкие. Здесь у нас 20 штук. Идеально просто для меня. Как же я люблю мак. Наггетсы просто не сравнятся со стрипсами. В общем, вчера я не снимала влог. И ко мне первый раз приходила моя учительница, с которой мы будем проходить теорию. насчет практики я еще даже не договаривалась ни с кем. есть у меня на примете одна учительница. тоже девушка. Мне бы комфортнее было бы с девушкой. Вот все-таки многое зависит от учителя. Один учитель объясняет, ты нифига не понимаешь. Другой объясняет то же самое, но ты все понимаешь. Поэтому правильный выбор педагога – залог успеха на экзамене. Мы занимаемся ровно час, и все, она уезжает. Надеюсь, что через месяц буду понтоваться, что у меня появились права. Все потихоньку. Самое сложное – это было купить квартиру. Теперь машина. Затем у меня есть идея бизнеса. Пока что не буду раскрывать все карты. Это не какие-то там пресеты, или какой-то курс, как правильно краситься, или как правильно есть, или как стать блогером. Ничего такого я вам втюхивать не собираюсь. Не парьтесь. Моя идея бизнеса никак не связана с моим YouTube-каналом. Вообще. Я даже могу не пиарить его здесь. Да даже незачем его пиарить. Хочу заниматься чем-то серьезным. Крупным чем-нибудь. Крупным. В общем, идей много. Тихо-тихо, постепенно я иду к своей мечте. А в чем заключается моя мечта? Я не хочу работать на кого-то. Вообще никогда. Хочу устроить свою жизнь так, чтобы лет к 35 у меня уже все было готово. Я ни о чем не парилась. После 35 путешествовать, тратить деньги. Значит, что у меня есть серьезный бизнес, который нормально мне приносит деньги. У нас была девчонка. У моего, получается, одногруппника была одноклассница. И мы однажды пошли в кафешку. Не совсем кафе, это такая кофейня, так скажем, да, точнее. Там было очень много таких интересных, классных сладостей. И с нашим одноклупником поздоровалась девушка. Как я поняла, это хозяйка заведения. И мы сразу спросили, откуда ты знаешь хозяйку этого классного места? И он такой говорит, это моя одноклассница. И когда мы учились даже в восьмом классе, она начала ходить на курсы кондитера. Очень классные тортики пекла, пирожные, мороженые. Чего только не делала, говорит, настолько вкусно было. Когда у нее был день рождения, говорит. Весь класс радовался, что сейчас пожрем. Чуть позже. Она поступила в универ, но продолжила заниматься своим любимым делом. Потом уже открыла страницу в инстаграме. Начала просто делать на заказ. С этого неплохо зарабатывала. Хоть она училась на архитектора, ей было это абсолютно неинтересно. Ей нравились тортики, пироженки. Но родители настаивали, чтобы у ребенка было высшее образование. Я понимаю, с одной стороны, возможно, это увлечение позже будет неинтересным. А серьезная работа нужна. Но оказывается, родители ошибались. Затем, когда у нее было уже очень много клиентов, она развивала свой инстаграм. У нее сейчас в инстаграме тоже дофига подписчиков. Очень много людей следят за ней. Именно потому, что она показывает очень залипательно процесс того, как она делает тортики. Потом она накопила деньги. Взяла в аренду заведение, уже готовое заведение. То есть, она не мебель, ничего туда не покупала. Просто аренда была немаленькая. И ничего. Продолжала также делать тортики на заказ. Плюс ее тортики сладости продавали в этом заведении с чаем. Купила аппарат и кофе. Наняла людей. Сейчас не знаю, правда, сейчас коронавирус, вся пандемия. Все позакрывалось. Не знаю, как ее бизнес. Ну, я так смотрела на нее. Вроде она ровесница нам. Мы сидим здесь, дурака валяем. Просто пришли чаек попить в ее заведение. А она уже рубит деньги. Поэтому грамотный бизнес, это всегда круто. И нужно именно делать это именно любимым делом. Не просто кто-то, например, открыл YouTube-канал. Я тоже быстренько побегу, открою YouTube-канал. Потому что у нее там много денег она зарабатывает. Или не потому, что кто-то, например, стал дизайнером одежды. Пойду я тоже начну шить. Вы должны смотреть на свои интересы. Что вам интересно? Вот так. Соусы, конечно, вообще обалденные. Для того, что я хочу, мне нужно минимум 2 миллиона денег. Чтобы как-то начать. Но это все потом. Сначала машина. Это прям цель у меня. До Нового года минимум нужно получить права. И научиться водить. Как же вкусно. Было бы желание у человека. Вот элементарно. Мама всегда говорила, ты столько занималась, Айка. Ты не поступила на бесплатный. У тебя плохая память. Действительно, в какой-то степени у меня ужасная память. Но я и сама косячила. То есть я не всегда готовилась к занятиям. Я не выкладывалась на все 100%. Потому что это для меня было неинтересно. Поступление, история. Это были худшие годы моей жизни. Боишься подвезти родителей. Стараешься. whatever. Продолжение? У тебя нет тщ呑. У тебя нет тщ подвезти родителей. кстати вам говорила да я подошла к соседу своему снизу то есть внизу была машина ту машину которую я хочу купить и сосед стоял рядом с этой машины я спросил у него доволен ли он своим автомобилем может ли он посоветовать этот автомобиль и так далее он сказал что да он очень доволен и тут я такая сразу скоро я буду выходить из этого автомобиля иногда среди своих знакомых вижу что люди слишком часто меняют автомобили я хочу купить одну дай бог и водить где-то лет 57 минимум не думала что я доем потому что пола не очень голодная еще зуб мудрости растет так неудобно жевать с ним он прям колется не все выросли один вот сверху растет прям конкретно немного даже больно когда он растет когда я ставила брекеты мне говорили что скорее всего зубы мудрости придется вырывать это пойдет искривление всех зубов то есть даже хирургическим путем эти зубы в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую с вами лайка эмили не забывайте подписываться пока